Володь, ты несколько раз упоминал о том, что у тебя был преддиабет, и сейчас тоже ты в состоянии каком-то смежном, и ты должен постоянно держать руку на пульсе и для себя выбрать какой-то такой образ жизни и вариант питания, чтобы это всё не прогрессировало. Мог бы ты рассказать вкратце, что позволяет тебе сдерживать развитие диабета? Ну, это, во-первых, каскадные голодания. Я практикую. Я просто вешал, я говорил, вот этот датчик, который онлайн глюкозу меряет. Я выкладывал уже графики, и вот если даже проголодать, либо не провоцировать быстрыми углеводами вот эти вот всплески, поджелудочная действительно отдыхает, и вот ночная вот эта вот кривая, так скажем, ну, татология будет ночная кривая ровная, то есть она более стабильная. А когда вот ешь углеводы, нагружаешь там жирами, может быть, углеводами, то ночью вот прямо такие вот скачки постоянно. А это свидетельствует о том, что поджелудочная нестабильно работает. И дальше вот поголодаешь, либо вот дашь как угодно, там три дня буквально достаточно дать отдохнуть поджелудочной, и тогда график улучшается. Это один из моментов. У меня сейчас вот после каскадного голодания, который я, кстати, показал, вот этот вот график, который улетал вниз у меня до 58, каскадно проголодал, вот у меня после этого вот раньше, как, допустим, на рис реагировало, допустим, на 12 у меня улетало, сейчас, допустим, уже на 10 от белого риса улетает, ну, сахар поднимается до 10. То есть таким образом вообще считается, что поджелудочная, она не восстанавливается. То есть вот эти клетки лангиорганса, они типа не, в общем, умирают и все, не восстанавливаются. Но я так подозреваю, что есть надежда, что, возможно, поджелудочную все-таки можно восстановить. Плюс есть еще другие моменты, которые я сейчас тоже проверю. Там это может быть и с паразитами связано. Там есть, я не помню, как этот сосальчик называется, он может жить в поджелудочной железе, откладывать яйца и плохо вырабатывается инсулин. Вот это тоже надо проверить. Я вот как раз говорю, что я там паразитарку сейчас такую мощно пропил и посмотрю. Вот я поняла из твоего рассказа, что очень полезно дать отдых поджелудочной железе, тогда потом она будет работать лучше. Ты говоришь, что отдых можно ей дать путем голодания, то есть не нагружать пищей свой организм, и она в это время ничего не продуцирует, отдыхает, а затем работает лучше. А можно ли каким-то питанием ее разгрузить, то есть какое-то такое питание подобрать, чтобы она хотя бы как-то в половину мощности могла справляться? Можно. Вот что я еще заметил, если не доваривать, так скажем, еду, томить даже в медленной варке, то сахар не так высоко поднимается. Вот, допустим, взять, вот я, например, чечевицу вареную и вареный горох не ем. Я раньше не мог понять, что со мной было. Почему у меня сушняк от вареной, распаренной, от гороха распаренного сушняк, там пищеварение нарушалось, ну, там вся симптоматика повышенного сахара. Я раньше не мог, я думал на белки, думаю, я, наверное, на белки из-за белков. Хотя, допустим, с зеленой чечевицей все нормально, с фасолью все нормально. Я не мог понять, в чем дело. И когда я повесил на себя этот датчик, все, для меня картина просто открылась. Сильно разваристая еда, просто вот так вот в космос улетает сахар. Чем она менее термообработана, тем, чем меньше крахмалы термообработаны. Есть исследования, кстати, на эту тему. Там они их описывают как резистентный крахмал. Чем меньше проходит термообработка, крахмал остается резистентный. То есть его, грубо говоря, микрофлора переваривает, а поджелудку он не так сильно нагружает. Второе очень легко лечится. А ты у себя диагностировал тоже больше к первому типу предрасположенность? Да, да, да. У меня поджелудочная плохо вырабатывает, но вырабатывает. Мне как бы повезло. Вырабатывает, но очень мало. И поэтому, если я съем много, допустим, быстрых углеводов, у меня поджелудочная не успеет сработать, не успеет дать нужную дозировку инсулина, и у меня сахар поднимется. То есть она не успеет погасить. А у здорового человека поджелудочная успевает резко выработать большую дозу инсулина, и большой всплеск сахаров, она понижает большим всплеском инсулина. У меня она потихонечку вырабатывает. У меня вот шкала вот так идет. Вот так потихонечку, если не забуду, скину график. Диабетика, там вот так еле-еле шкала идет у диабетиков. Вот так вырабатывает поджелудка. А у здорового человека прямо так вот резко может выработать инсулин на большой всплеск сахара. То есть мы с тобой пришли к тому, что при диабете полезно овощи и крупы, каши и бобовые не вываривать, проваривать, а оставлять, так скажем, чуть-чуть совсем недоваренными. Томить, да, в медноварке готовить, либо в мультиварке. Не кипятить, чтобы не кипеть. Да, не кипятить. Если овощи пусть немножко чуть-чуть хрустящими остаются, да? Да, можно проростки, можно непроростки. Ну, просто дольше надо держать. Это просто... Два, три, четыре часа. Это более удобно варимая еда для поджелудочной. А вот заметила ли ты взаимосвязь употребления пробиотиков и уровня скачков сахара? Потому что у меня есть в окружении человек, которому тоже диагностировали первого типа уже диабет. Там сахара были очень приличные, под 20. И человек ведет тетрадь с ежедневными показателями. То есть все фиксирует. Несколько раз в день, даже там раз в пять, по-моему. Уже месяцами, месяцами уже вот как бы не год. И вот с того момента, как начал он из 29 штаммов там пробиотику употреблять ежедневно, резко вот эти вот цифры снизились на буквально там несколько единиц. И тоже пошли вот так вот вровень, но ниже. То есть это еще не норма, конечно. Не излечение, но тем не менее. Да, есть такая тенденция. У меня как бы ситуация улучшилась. С чем это было связано? Я как бы и пробиотики использую, и холодную ферментацию. У меня, возможно, у меня другая проблема. Возможно, и пробиотики дали мне какую-то положительную картину. В целом у меня есть улучшения. То есть я же говорю, я сейчас могу. Знаю, что люди действительно просто начинали пробиотики пить, либо квасы. И у них действительно с сахаром, то есть сахар не так начинал взлетать. То есть если это инсулина нужно было меньше. Но это, скорее всего, у них тотальный был дисбиоз. То есть у них действительно прям все было связано с микрофлорой. У меня это вообще с детства. То есть я еще с детства помню вот эту всю синтоматику. У меня и гипотекемия, я помню, была. То есть резкие упадки были. Вот. Там такой жор, темнело в глазах. Там сильное слюноотделение. Раньше мало я не понимал, что со мной творилось. Мои родители не знали. Это я, можно сказать, недавно только определил путем этих всех анализов, датчик на себя повесил. Я только определил, что у меня свою проблему. А раньше я не мог понять. Я думал, у меня пищеварение плохое. Это у меня с детства как бы, может, какая-то аномалия. Это у меня с детства как бы, может, какая-то аномалия. Это у меня с детства как бы, может, какая-то аномалия. Это у меня с детства как бы, может, какая-то аномалия. Это у меня с детства как бы, может, какая-то аномалия.